Добрый день! Запоздал инбоксинг Megaminx Galaxy V2 L-M. Магнитная версия, очередная от компании Chiima Fangi. Коробочка точно такая же, как у простого V2. Единственное, добавилось обозначение L. Посмотрим, в чем разница. Сравним с предыдущими версиями. Внутри нас ждет Megaminx, защищенный пластиковыми вставками. Коробочка с запасными деталями. И внизу инструкция. Инструкцию даже откроем. Обширная такая инструкция, причем по-английски. Но с другой стороны по-китайски. Тут видно для начинающих. Ну, все это хорошо. Интереснее сам Megaminx. Давайте коробочку все-таки вскроем. Что у нас здесь ждет. Черные детали. И это хорошо. И запасные магнитики. Напомню, что изначально компания Chiima выпустила Megaminx Galaxy. Первой версии, стандартного размера. Он был как бы хорош, но у него легко флипаются уголки. И меня всегда смущал серый цвет, который на этапе OLL трудно различим. Ну, лично для меня. Когда выпустили вторую версию уменьшенную, я к ней отнесся с опаской. Из-за уменьшенного размера, поскольку у меня достаточно крупные руки. Но в итоге привык. И тем более в комплекте были вот такие же детальки черные. Которые позволили заменить серый цвет на черный. Это стало хорошо. И V2 магнитный стал моим основным Megaminx. На котором тут уже более 2000 сборок. Откручено. Но не всем нравился этот уменьшенный размер. И не всем нравился большой размер. Поэтому выпустили нечто среднее. Немного увеличили ребро. Тут кажется 30,5 мм. Тут 31,7, если не ошибаюсь. Ну вот, нечто среднее. Большой, поменьше, самый маленький. На V2M отклеилась пленочка с логотипа. И логотип он сам напечатан. Он уже начал стираться. Слегка подклеил. Но вид уже не тот. Тут все свежее. Все хорошее. Я понял, не только размер. Изменили, сделали еще какие-то улучшения. Но ничего революционного. Поэтому давайте перемешаем. Соберем. И скажу о своих первых впечатлениях. Серый цвет чуть попозже поменяю на черный. Так что, возможно, на VL буду немножко тормозить. Так, вращения приятные. Хорошие. Быстрые. Возможно, те улучшения, которые они сделали, пошли на пользу. Ну, по крайней мере, я это надеюсь. Определенно откручу на этом Megaminx еще сборок. В самое ближайшее время. Я очень долго не тренировал Megaminx. Это полгода, наверное. Результаты мои немножко так ослабли. Ну, будет повод вернуться к этой головоломке. Пособираем. Да, отличное вращение. Скажем так. И размер вполне комфортный. Еще раз возьму V2. К нему я, конечно, уже привык больше. Ну, в принципе, это комфортно. Я думаю, многие оценят данный Megaminx. Может быть, еще из-за того, что он новый. Ну, впечатление вполне приятное. Ну, так. Так, собрали первые два слоя. Цвета точно такие же, как и до этого. Уголки, ну, флипаются, конечно, во время сборки. Я думаю, не должны, поскольку на второй версии это было крайне редко. Так, чтобы мы момент уже учли. Теперь делают уже более качественный продукт. Вполне хороший Megaminx. Я не скажу, что владельцы простого V2 магнитного, если он вас устраивает, нужно все бросать и покупать этот. Ну, он неплохой. Как бы достичь хорошего результата, можно... Вот, как раз OLL уже плохо различаю. Давайте сделаем рыбку. Так, сделал не тот PLL. Бывает. Теперь тот. Ну, серый цвет, конечно, надо поменять. Из-за него сейчас ошибся. Но вполне неплохой Megaminx. Наверное, даже хороший. Определенно буду на нем крутить много и долго. Сейчас, следующее соревнование в Сирогаче. В начале февраля, 9-10, если не ошибаюсь. Скорее всего, буду собирать на нем. Посмотрим, какие результаты смогу показать. Но пока впечатления положительные. А так... Будет видно. Единственное, что стоит добавить, что при замене серого цвета, да, в принципе, любого другого, на черный, придется магнитики вот эти вот приклеить. И здесь как раз нужное количество. Все это разбирается. И вместо серых деталек ставятся черные. Причем они здесь даже должны быть немного лишних, запасных. Сменяется сам центр. И именно вот эти вот серые детальки. И эти, естественно, остаются на месте. Ну и с черным цветом становится гораздо приятнее. Нормальный Мегаминкс. Покрутим. Будем знать больше. Прошло уже достаточно много времени с того момента, как я начал записывать это видео. Я уже поменял серый цвет на черный. И открутил уже достаточно количество сборок на этом Мегаминксе. Сразу могу сказать, что один недостаток, как и на предыдущей версии, здесь есть. Вот эта пленочка. Она уже начала отклеиваться. Ну, а логотип от ней стираться. На предыдущем V2M. Это сильнее заметно. Я здесь приклеил, чтобы она не разрушалась дальше. Здесь судьба будет такая же. И я хотел сказать, что Мегаминкс, да, он на уровне своим меньшим собратом. Все хорошо, все замечательно. То есть, как обычный V2 Магнитный, так и V2 L Магнитный. Это два отличных Мегаминкса. Удобно, приятно и хорошо на них собирать. За то время, что я крутил LEM, я где-то уменьшил сотку секунд на 5, с минуты 27 до минуты 22. Не бог весь, какой результат. Ну, и я хотел сказать, что, да, это отличный стабильный Мегаминкс. И, наверное, это лучший Мегаминкс. Естественно, без претензий к меньшему, просто, возможно, мне более крупный размер показался удобнее. А так они идентичные. Возможно, что-то здесь все-таки такое нахимичили, что я так и не нашел. Но особо-то и не искал. Но он лучше. И хотел я добавить, что в среднее время-то я улучшил, но сингл все никак у меня не обновлялся. Было у меня минуты 3 секунды. Но тут я решил записать пару сборчиков на видео для фона, для этой вставки. И сингл обновился. Сейчас она должна где-то у вас идти в углу. То есть, все хорошо. Это отличный, замечательный Мегаминкс. Крайне рекомендую. В зависимости от того, какой у вас размер рук, большие, как у меня, или еще большие, выбирайте себе размер. Это лучшие Мегаминксы. В2М, В2ЛМ. Лучшие Мегаминксы. Да, MGC я уже опробовал. Он замечательный. Но немножко не мой формат. Он очень быстрый. Он хороший. Но предпочтение все равно дам. Иксмен. А на этом теперь точно все. Собирайте Мегаминкс. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok